народ привет доброе утро привет ну сегодня у нас сафари в парке на аэробе national park вот там где-то написано как-то вверх ногами ну посмотрим сейчас посмотрим немножко началась трабола водитель опоздал то ли из-за дождя то ли потому что он не нашел локации ну ничего надеемся сейчас догоним почему на час опаздываем и на часах 7 часов а должны были быть здесь 6 то ничего поехали вот здесь вот и наши джипы где-то уже застряли сейчас будем платить окей мы идем внутрь и они подойдут и я сниму то плату я надеюсь все вот уже видите какие джипы с поднятыми такими крышами сейчас будет смотреть наслаждаться стоило 43 доллара на человека спорт вот наша машинка и мы здесь только вдвоем и голову живет вот смотрите буйвол прям прям возле нас настоящий буйвол и вот водитель по рации переговаривается где какие животные то есть сейчас будет где-то лев нам скажут где и туда просто все туристы побегут поедут ну пока вот кстати одни нет никого сейчас наверно так подальше отъедем уже целая куча людей будет такой он красавчик все сейчас уже будем въезжать в саванну свете как наташа закуталась зима африка реально холодном в массайские такие одеяния так что если у вас есть пледики обязательно и одевайтесь очень тепло очень вообще не верьте что в африке жарко тут с утра очень холодно здесь перчатки можно взять но сейчас мне не холодно но вот тут дует потому что все открыто вверх открытый вот до саванны небольшое озеро и нам тут показывает гиппопотама просто гид гид останавливается и всегда говорит вам вот туда поверьтесь туда буйвола я вообще не заметила поворачиваю лицо а там буйвол ну говорят все время в воде стоят вот наш гид ну вот такая природа шикарная вот уже въехали мы в саванну как сказал наш гид это местность которая очень мало покрыта деревьями очень очень мало больших деревьев но не пустыня вот что-то ребята переговариваются видно где-то какое-то животное сейчас поедем будем искать вон вдалеке найробия вот красивые газельки вон там вот мужчина стоит с рогами у него а у женщин нет импалу я полигома 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 красиво у них будто они накрасили чем наташ каялом накрасили глазки вот мы поймали носорога повезло действительно смотрите в общем просто такие большие горделивые животные даже не знаю как описать он лежал спал мы стали смотреть в бинокль и потом он встал ну классно сейчас самая классная локация получилась быть остальные все сзади стоят а вы такие счастливчики прям но прям вообще белый носорог белый носорог так понятно потому что есть вот это еще дает черный носорог после как птички вежливо бегают по их спинках птицы любят пристроиться прикольные животные боже сранку со самого рано утра все мы воды на ранку церазами они пошел не сегодня ну завтрак постель принес нет до свидания бриллианта не просил посылать всю морду вот знаете он где-то в метров двадцати от нас а ты уже это снидов все день не заладился буду спать а дядя львица уже я ушла в пустик в это вот туда обижены боже как раз а и он сейчас дочь наверно надвигается кто камин чи щас что буду давай это вернулась а нет а нет не здесь так что он такое снимаем я 18 вот так вот а шо погано шоу животных цель не есть ой все в она уже это катается к этому лишь катается лево отвернулся обиделся мужик обиделся это уже лег спать ну вот такая вот такое она вот такое ну как это животное природное саден на бутя саванне доброго утра вместо кофе секс ну шо все не хочет а мухи прямо такие надоедливые в это в рот прям мухи прямо присадятся и не хотят даже уходить а местные они вообще не реагируют села муха он все ходит муха по нему лазит все нормально нос чешется одета слева была жирафка но она по моему уже ушла хорошая жираф получили погода в принципе отличная но что-то кажется дождик надвигается все охотятся за львами такое впечатление что лапку положил на пузико и типа ну все не тревожить до следующего дожди честно говоря даже ну не знала что нам так повезет буквально мы здесь ехали еще часу нет и уже увидели него льва львицу буйвола и би этого белого носорова прикольно этих импалов ну мы их видели вроде бы уже на наиваши нет ну так близко я не бачила выходить вот она саванна ну конечно то вот станете жертвой диких кошечек и влетел туда прям в облако ну что моя попытка номер пять но он спит уже ну сейчас она ему устроит сковородку принесла давай опять опять нелепые движения ой красавцы красавцы та шо такое шо на его драконе оп и упала мабуть вон и 60 лет вместе посмотрите нет коже завтрак в постель ходишь вона его дурить — ну сколько у вас сессий сегодня была с утра на rodzave пишите так ставьте 18 плюс ну все снова они что-ата как бы 18 плюс поздно ставить отвернулись научить наверное уже будем дальше ехать смотреть других животных ну прикольно нас все равно предблокировали чуть-чуть вот машинка вот еще перед выворачивает вот так происходит сафари кто не был смотрите просто сразу все съехались рейнджеры всем позвонили по рации все такие о львы и здесь львы и поехали на львов носорожки встали и все сразу на них съехались вам уже показали просто сейчас возвращаемся этим же путем носорожки наслаждаются жизнью думать что эти туристы забыли вообще здесь красавчики это вот большой это мама да и маленький маленький это ну малыш бэйби только малыши с мамой даже вот мы едем носорожки идут прикольно ухты держаться нужно то действительно можно хорошо влететь просто такая у пачка ухты красивые газели импалы и носорог просто в 10 метрах от нас что взволновало их туристы видимо так извините объезжаем о красота о ее сейчас полечу не не полетела ухты боже какие у них лица интересные лица до лица роль рожицы и импалы которые смотрят на туристов да вообще конечно да это потрясающе ездить по саванне и наблюдать за животными а им наверно да за нам так себе не очень интересно вот уже снова очередь ну как трясет вот так это выглядит ну то есть надо дашу потеплее одеваться и удобно чтобы было комфортно ну вот смотрите тут идет асфальтирована дорога только она конечно все в ямах и конечно же по ней никто не поедет пытаются ехать по если есть по грунтовой дороге ну вот и она такие тряски а если я говорю это что ничего не могут сделать за такие деньги ну как за такие но все равно большие деньги асфальта оля говорит что ты сказала ну это же длина парка огроменная закроют просто на года они так еще поле-поле работают медленно-медленно поэтому это мы так думаем вот это так трясет это я не рукой крис вон какие ямочки в принципе да вот такая дорога здесь поэтому старается обещать по грунту рядом которые все смотрят за львом мы отъехали наташа этого жирафа заметила еще 10 минут назад а помните видео про жирафов так этот масса и жираф помните еще говорила где ж такие водятся так вот он с такой шерсткой холкой масса и жираф так в области я живу да да красавчик такой ну вот уже все машины уже увидели что мы стали и так переезжают так он тут давно стоит ну да но мы же львов смотрели и буйволов красавчик уже стараюсь держать камеру все на некой стабилизации машину качать что серьезно? ну да там все будет хорошо нет все просто замечательно и вот по рации рейнджи там там едь там едь туда там жираф там лев там у львов утренний кекс приезжайте жирафик жирафик ничего не видно но ну что вот я вот жираф как сзади меня нет не этого вот там вот а здесь ротшилд? а все еще ма сай да 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 мы увидели ротшилда в центре жирафов прикольные стоп 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 а просто хочешь ближе чтобы нас подъехать ну вы же понимаете когда машина начинает ехать мы можем подлететь спасибо прекрасное животное вообще класс такой жираф просто в десяти метрах от нас в природе он говорит вы можете хвост потрогать спасибо но нет не надо но дай мне один раз в твоей жизни один раз в твоей жизни только да да спасибо красиво Наташа наблюдает за львами очень далеко у которых трапеза вот и какая-то здесь косточка это скелет ну да льв это косточка скелетик уже кого-то поели в общем народ из маршрутки не выходим ну вот вдалеке там не знаю видно вам не очень плохо видно завтракает семья львов один лев там и много самочек и детей где же там лев я не вижу льва там есть мама и большая льва Гид говорит что лев вроде есть но мне вообще плохо видно вот видите не очень далеко льв 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 я не вижу просто самый первый лев кушает вид он покушал уже отошел слушайте я теперь поняла это значит не надо не надо жалко животное а теперь я понимаю покажи мне еще как ты это ешь это ужин это короче это вот на костях на ребрах мясо и они вот так диво едят кстати вот планов здесь нет в этом парке и гид объяснил почему потому что недостаточно большое расстояние во первых парк хотя он огромный и еды тоже не хватит еды для слонов поэтому слонов здесь не разводят ох ты кто-то мимо нас пробежал видели так быстро шакальчик наверно а вот это то что ждет остатки от еды львов а вот такой вид антилопы сейчас если она повернется увидим что ее рога как как сердце интересно стоит себе аккуратненько так увидим рога как как сердце коксе а ты бист ладно что не буду я повторять но короче гид сказал это как сердце вид антилопы и она очень очень близко к львам но поскольку они уже рассудились и шакал туда побежал я думаю она пока в безопасности ну сказал это black black jack сказала так гид сказал это когда чё перевод это клуб перевод черная спина шакал ну я не знаю да похоже больше на ресур Их всего шесть в этом парке То, что мы увидели одного, это круто вообще Ой, шатает снова Ой, падает Нам блокируют дорогу Кто бы думали, антилопы С рогами как сердечки и зеброчки Ух ты, красота, действительно Вот так вот выехали В общем, зебры стали, нормально себя чувствуют Ой, здесь еще сколько много Антилопы уходят, а зебры все еще стоят И так нормально себя чувствуют Не боятся абсолютно ни людей, ни машины Мы просто встали и все, что вы от нас хотите Сейчас переведу вон еще Это целое стадо просто Выдель аккуратно въезжает Ой, какие зебры потрясные Не-не, этот хочет водитель, чтобы я потрогала хвост у зебры Ну да, говорит, you can touch этот, наверное, у них такая Нет, наверное, английское выражение, что вы сидите так близко, что можете потрогать хвост Дай хвостик Милое животное Как в маске Как в маске, я не знаю, она как в маске просто Как извести, у него ушки, как извести, повазаны и потресканы Вообще, красота какая Гайд фрирайд, теперь сядь сверху и проедь Что-то водитель у нас экстремал, я смотрю И дальше, дальше саванна Ух ты, сколько здесь всего И зебры, и буйволя Ну вот мы подъехали, сразу увидели, тут люди стоят, значит что-то есть Носорожки Уже как-то много-много зебр, много носорогов, много антилок Уже как-то мы подъехали ближе, все глубже в саванну, дальше от города И бачь, это мама-малыш, мама-малыш Ага, подвое стоят А вот прямо я там не вижу, это мама Вот мама и с ней маленький такой детеныш Вообще, маленький-маленький за ней Еле видно, они дорогу переходили Вот сейчас будет видно, может Посмотри, какой смелый Бодался, бросался на маму, знаешь, не поиграется И пошел сидит Самостоятельно, в компании Он, он посрединке, сейчас, опять к маме пошел Товарищи, пройдите, пожалуйста, с переднего плана Каким увидишь, что там происходит А, так вот это его мама, я думала слева А он, подожди, он нападал на какого-то малыша, получается, который постарше Не поделаешь что-то Вот такой, вот этот малой задирок Очень малая Реально, вот так тык-тык побежал Ты такой, поцел от его Вот машинка трансферс аэропорта подъехала Трансферс аэропорта? Маленькая-то Чистенькая, она вообще здесь быть не должна Это как чап-чап, да? Как это называется? Ой, чап-чап Как мы ездим на таксишечке Маленькие А вон наши, наши, наши носорожечки Ребята смеялись, что это трансфер в аэропорт А Оля каже, для кого? Для Буффало, а чем для носорожков? Заказали такси Такси Так, а куда это они сейчас? А, я думала, они едут там, дорога есть? А, куда это я смотрю? Вот машинка Оп, стоп И в это Не в пленеялись друг друга Тань Ну вот так, то есть тут кого укачивает, выпейте Аккуратненько будьте Зависаешь, я сейчас вишу чуть-чуть вниз Да, можно и удариться То есть быть аккуратным И если укачивает, выпить, конечно, какие-то средства Скина по-любому уже такая Немножко аккуратненько Но все равно это классно Это того стоит по-любому Сейчас они общаются Кто где видел Кто кого видел Да, кто кого видел Куда ехать? Хотя они там по рации общаются Но 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 А, еду миллиона Миллиона Это антилопа Самая большая In the world? Самая, самая большая антилопа Как-то они говорят Анбирен Чизанбирен Самая большая антилопа в мире Так и не антилопа не скажешь Да, здоровая Что-то такое Вообще, это крупная Она вон, Гид, показывает Камон и ланд Ага, все, все Не, не, название Название Камон и ланд Камон и ланд, ага Такой крупнячок Вот такой вмешанный бук Красивая книжечка Вот, вот, вот А, говорит, лев не может их поймать Потому что они могут на дерево заезд Вот эти вот самые Прыгают, прыгают Прыгают Мы на дереве, кстати, видели Вчера коз, но не успели их сфотографировать Я не представляю Мы просто ехали в такси Смотрим козы В городе на дереве А вы, по-часть, а можешь, полипытата Она может убить льва Капу It can buy It can kill lion Ну, не Ну, она прыгает только Ну, вот эту вот антилопу Лев убить не может Ну, и она не может убить льва Ну, что 1-1 равный счет Видим, какой мозг Поставили красивый Сравей, пейдж Я здесь Знаешь, сколько я делю У меня не перестал Тихо-тихо Тихо-тихо Мы находимся » Поехо Попробуй Свободится ahh Вот, все еще едем, поддерживаем все эти страусы с маленькими страусятками. Побежали-побежали-побежали. Я никогда не видела больше. Вот черный, а страус, остричь по-английски, это какие-то серые страусы. То есть, видите ли, едет, можно даже ближе подъехать. Сейчас, если мы и не убьемся, подъедем. Короче, серая женщина, а черный мужчина. Уже водитель едет и снимает двумя руками. Можете себе такое представить? Мы все еще двигаемся. Что-то не наводится, нервы уже получены. Сейчас почему-то плохое качество, не знаю, странно. Снова нашли интересную локацию, это гриф. Ждет остатки от того обеда, завтрака, что ели львы. Их двое, что ли, видите? Да, их двое сейчас. Да, подальше и поближе. Да. Как рассказывает чей за детектив гриф, птица терпеливая. Да, реально, знаешь, как высматривает. А кто-то парит там. Ну, далеко, но похожа тоже. А там на Аэробе. Ой, падаю? Нет. Если вам видно, летят такие птицы белые. Не понимаю, кто это. Ой, просто я с вами падаю. Они на воду летят. Это как перенеска, или какой-то. Что это за это? Как куропатки, кто это. Угу. Подожди, а это не эти. Да, это называется элементный гинфор. Это не птица? Да. Элементный гинфор. Мы думаем, это павлины, вид куропаточки какой-то. Такой в точечку беленькую, такой красивый. А гриф уже полетел. Да, гриф полетел уже на остатки. Вон стадо жирафчиков на фоне таких тучек уже. Что-то жирафы смотрят. Что-то там происходит. Да, то есть там какая-то добыча лежит. Жирафы напряглись просто и смотрят. Что мы подъехали ближе, тут падальщики ждут чего-то. И жирафы просто напряглись. Это как кустей просто. Говорит, там где-то лев. Да, куст. А, значит, лев где-то запустован, говорит. Но мы не видим. А как напряглись жирафы вообще просто. Говорит, за кустом где-то лев. А здесь падальщики. У меня просто. Все, дождик начался. Вот такое приключение в салане. И мы открываем-закрываем крышу. Все, закрыли. Сейчас у нас будет заливать чуть-чуть. О, дождярка такой уже полил хороший. Мы пытаемся, ребята, видеть два едящего добычу. Но мы никак не можем осмотреть. Немножко дождь перестал. И мы вернулись к жирафу. Смотрите, они все как просто змеи. Повернули голову и смотрят в направлении, где лев ест добычу. Как Ромашка говорит, не лучше ли бежать оттуда, а не смотреть? Ну да, странно. И мы решили, что это как театр, как кинотеатр, развлечение. То есть они как бы в безопасности, но они смотрят в сторону опасности. Ну и там какое-то еще вон, или антилопка, или что-то. Когда вы видели, что стадо жирафов, так стояла и смотрела. Да, так реально они жуют. Они стоят, смотрят и жуют. Такое и есть развлечение. Ну вот после дождя остановились. После дождика. Ой, нравится у них эта прическа. Видно даже, что дождь идет еще. Смотрите, еще жирафку поймали мы. Кстати, нам гид сказал, что тогда жирафы стояли не только потому, что была опасность, а потому что от дождя еще, да? Да, ну то есть если они могут отвернуться, ветер идет в большой направлении. То есть на спинку им льет дождик, а в лицо не льет. То есть уж прямой дождь, ну куда ты денешься. А так они по дождику отворачиваются. Но и метры стояли как попало. Так что, видимо, им все ровно. Вот снова мы этого шакальчика встретили, смотрите. Он называется Black Bag Jacko. Их всего шесть в парке. Шесть или восемь. Интересно, это один и тот же все время бегает? Да нет, он такого расстояния не мог. Присял по своим делам? Да, да. А, да парни наизу, да, да парни. Где-то я тебя уже потеряла. А, нет, вот ты, вот ты, вот ты побежала. Вот такой он красивый шакальчик. Акелла промахнулся. Ну, он как лисичка. Что шакалы такие? Я не знаю, это очень симпатичный шакальчик. Это очень милая. Вон, Лёва, я на солнышке лежу. Солнышко-малу, да. Там мужская особь льва. Лежит и отдыхает себе. Молодец. Молодец. Ну, он цаперка от нас удаляется. Схватила лягушку, уже несет, кушает уже. Бедная лягушечка. Ну, что же делать? И не ест, не отпускает, да? Вот, ну, как бы, понятно, не отпускает. Ну, помакала ее, чтобы было не сухо, видимо. А она ее макает, да? Чтобы она, наверное, уже, это... Чтобы совсем лягушки хорошо было. Так, посмотрю, что... Какая природа красивая. Природа красивая, жестокая. Не, ну, это же еда, как бы, а что и делай. Не есть. Сейчас смотрим импалы, и впереди играются зебры. Ой, малыш. Мы-то думали, что у них свадьба, а это они просто играются. Все они... А может, это детский садик какой-то? Ну да, толпа такая бегает. И они, кстати, маленькие. А, нет, ну ты что, там же, вон, смотри, стало целое. Так, едем с вами вперед. Держимся, главное не упасть. Да? Говорит, мужчины всегда готовы к свадьбе. А Руси это свадьба. Они же же деньги иметь, правильно? Ой, посмотри, сколько их. Anytime свадьба. Anytime they are ready for a Russian. Аруси-мен. Ой, ой, бегут, 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 как играются. Игрульки. Красота какая. Это все молоденькие, ну реально они какие-то. Или заигрываются. Нас заблокировали, не можем пока ехать. Ой, как запахло это травой. Они едят какие-то травки, прямо... О, смотри, смотри, вот этот вот... Прямо... Ой, Шонде. Сейчас такое о Руси будет, шо? Да, надо Горуси. А я думала, это сейчас будет кексик у нас. 18+. А это зрители уже подготовились. Very romantic. Да, very romantic. Говорят, very romantic. Очень романтично, парни говорят. Too much romantic. Ну вот, лев развалился пузиком. Спит. Прикольное создание. Hello. Okay. Can you allow them to pass first? Смотрите, кстати, какая природа. Все что-то необычное. А это вот седые деревья, это они не мертвые. Это просто не хватало им воды, и они сбросили листики. Это акации. Вот оно и прямо понад дорогой. И вот в середине оно как сероватое, да? Не знаю, как на камере оно видно. Беловато-сероватое, как и есть. Что-то необычное. Но это оно все живое. Вот много животных. И на иробе. Вот такое оно сафари в национальном парке. Ага. Икан. Абуньоня, уйла, папа, канды. А че они туда едут? Значит, поиски-поиски. Это Кения. Животные и небоскребы. Такие белые досы. Да, вот группа девчонок отдыхает. Ведь это буфало, но это девочки. Но это девочки. Не знаю, что они буфало, это девочки. Миленькое животное. Там помоложе. Вот это помоложе. А впереди уже постарше. Да, защищают молодых от нас. Подъехали к озеру. Смотрите, сколько здесь птиц. Это те, которые мы видели, лаянг-хай в группе. Лаянг-хай? Да, мы пошли, чтобы увидеть лаянг-хай. А, да, это там. Они с тайки плыли, очень красиво было. Да. Стоп! Ну что-то пол так дергает сегодня машину. Убиться же можно. А будет? Это орёв, наверное. Да нет. Просто, боже, какая из ты. Что он такое? Он длинный клюв такой? Это не орёв. Красота. Сидят спокойно в себе. Прогуливается птичка, которая у нас в парке похожа. Я про крок, да? И крок, да. Где-то крокодил там еще лежит. Посмотрите, такая красотка у нас в парке. Вот такая вот с длинным клювом. Такие же у нас птицы живут в парке в Эляйве. Ой, ссорятся, ссорятся. These ones are called Keto-Ligret. The white ones are brownish-black. Keto-Ligret. Keto-Ligret. Yeah, Keto. Серый, который. The one with black back is called Sacret Ibis. Ибис? О, ибис. Sacret этот, священный ибис. Вот это, который у нас священный ибис. And the brown bud is called Egyptian Gubis. А, Gubis. Мы тут ехали два метра. То, вы думали, лежит крокодильчик здесь. Такой чудесный кожаный стульчик. Если не хотите, он не спит, он не мертвый. Он просто приманивает птичек. И куча птичек такие. Ой-ой-ой. Что-то такое. Сейчас подойдем, присядем. Не, неужели эта тварь уже сдохла, да? Которая съела столько от моих собратьев. Дай-ка я проверю. Ну, вот можно еще крокодильчика увидеть здесь. Я смотрю, что он это может так пролежать. В этом Нэшнл парке. Это крокодил? Проверить же не хочется. Это крокодил или аллигатор? Есть. Крокодил или аллигатор? Это экзектли. Это крокодил, ребята. Это не аллигатор. Здесь их нету. И закрепляем. Вот, друзья мои, мы уже едем назад. Проезжаем снова этот мост. Под мостом. Шикарное сафари. Шикарное животное. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комменты, ставьте лайки. Нам будет очень приятно. Всем пока. Пока.